11 сентября 2001 года, Москва. В штабе дальней авиации заканчивались приготовления крупнейшим учением с полетами стратегических ракетоносцев к североамериканскому континенту. На оперативных аэродромах в Анадаре и Тикси, где из-за разницы во времени уже начиналось утро нового дня, экипажи самолетов готовились к запуску двигателя. Но неожиданно на командный пункт поступила информация о трагедии, произошедшей в США. Вскоре в Москву позвонил глава Пентагона Дональд Рамсфельд. Министр обороны США обратился к нам, к министр обороны Российской Федерации с просьбой не выполнять эти полеты. Руководство Минобороны России отменило вылеты ракетоносцев и дальних бомбардировщиков к побережью США. Но мы поэтапно, все равно, что планировали, мы выполнили. Я бы так сказал. Учения были ограничены территорией Российской Федерации. Только две страны в мире, Россия и США, имеют в составе своих вооруженных сил такой элитный род ВВС, как стратегическая или дальняя авиация. Вместе с подводными ракетоносцами и межконтинентальными баллистическими ракетами она входит в состав ядерной триады и отвечает за особую, воздушную сферу безопасности нашего государства. За более чем 90-летнюю историю своего развития дальняя авиация прошла путь от первых четырехмоторных фанерных самолетов «Илья-Муромец» до сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. Наиболее драматичными для нее стали послевоенные годы, когда после полного забвения и сокращения она вновь возродилась буквально из пепла. О неизвестных страницах в истории дальней авиации впервые расскажет наш фильм. Стратегическая авиация Декабрь 1945 года. Разрушенная Второй мировой войной Европа постепенно налаживала мирную жизнь. В это время в США был подготовлен секретный документ. Строго конфиденциально. 4 декабря 1945 года. Вашингтон. Президенту США Гарри Трумэна. Для достижения быстрейшего воздействия на наступательные возможности Советского Союза ограниченные воздушные удары с применением атомных бомб должны быть сконцентрированы на 20 городах. В их числе Москва, Ленинград, Новосибирск, Горький, Баку, Ташкент, Белиси, Омск и Челябинск, где сосредоточено основное военное производство. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал флота Уильям Леги. Уже в марте 1946 года в Соединенных Штатах была создана стратегическая авиация. Она состояла из 4 воздушных армий, насчитывавших около 300 бомбардировщиков. Более половины из них составляли летающие сверхкрепости Б-29. Эти самолеты могли нести 9 тонн бомб на дальность в 7300 километров, что в полтора раза превышает минимальное расстояние между СССР и Америкой. Не только американские, а и английские военные приступили к подготовке планов нападения на Советский Союз. Но примечательно то, что упор делался на использование атомного оружия, которого в течение какого-то периода у Советского Союза не было. Обеспокоенный донесениями разведки, руководитель СССР Иосиф Сталин 9 апреля 1946 года принял решение о возрождении дальней авиации. По его замыслу, в ее состав должны были войти первые носители атомных бомб самолеты Ту-4. На них возлагалась главная задача – нанесение ответного воздушного удара по США. Драматизм ситуации заключался в том, что в составе дальней авиации не было ни атомной бомбы, ни самолета, способного достичь Соединенных Штатов. Из-за дефицита времени машину предстояло скопировать с американского бомбардировщика В-29. Ее созданием занималась КБ Андрея Туполева. Сталин Туполева ценил и понимал, что это крупная фигура. В 1941 году его выпустил из тюрьмы. А в 1945 поручил самую главную задачу, так сказать, в военном деле создание нашего носителя атомной бомбы, именно ему. Показывает, что когда он его сажал, то он совсем не сажал не потому, что считал его плохим конструктором, а для того, чтобы всем было ясно, что ни у кого нет гарантии от кары. Будь ты хоть самый талантливый человек. Руководство страны торопило командование дальней авиации с реформированием для приема новых самолетов. Однако этот процесс шел медленно. В 1948 году командующим дальней авиацией Сталин назначил Павла Жигарева. К этому времени авиапромышленность выпустила только 20 новых бомбардировщиков Ту-4. Атомной бомбы для них все еще не было. Дальность самолета Ту-4 составляла всего 5000 километров. Этого было недостаточно, чтобы долететь до США. Требовалось приблизить советские аэродромы к территории Соединенных Штатов. В начале 50-х годов советское командование решило использовать в качестве аэродромов ледовые площадки в Арктике. Ледовый аэродром не означает, что это чистый лед. Это, конечно, снежный покров, но его требовалось чистить, укатывать и так далее. Содержать не в постоянной готовности. Были проблемы с заправкой топливом на этих аэродромах. Постоянные морозы. Ихние топливозаправщики с застывшими мостами. Так что подчас заправку приходилось заканчивать чуть ли не ведрами, сидя на пласкости. Чтобы обеспечивать авиацию топливом на арктических аэродромах, конструкторы ленинградского КБ «Малахит» спроектировали три типа транспортных подводных лодок минных заградителей. Планировалось, что в случае начала боевых действий, помимо установки мин и снабжения в море ударных субмарин торпедами и крылатыми ракетами, они смогут доставлять на льдины до тысячи тонн авиационного бензина или керосина. Однако необходимость в таких лодках отпала после того, как конструкторы КБ Туполева создали на базе бомбардировщика Ту-4 самолет «Танкер». Но даже дозаправка не гарантировала бомбардировщикам возвращение на аэродромы после нанесения ударов по США. Поэтому в 1949 году на Советском Тихоокеанском флоте впервые были проведены учения по спасению экипажей Ту-4 подводными лодками. Каждому командиру бомбардировщика давался приказ сбросить бомбы и направить свой самолет в заранее обозначенный на карте район морской акватории, где по расчетам должно было закончиться топливо. По достижении заданной точки летчик обязан был дать в эфир кодированный сигнал, после чего экипаж с парашютами мог покинуть падавшую машину. Приняв сигнал, находившаяся в этом квадрате советская подводная лодка должна была немедленно всплыть и организовать поиск летчиков. К счастью, до спасательных операций дело так и не дошло. Но военно-политическая обстановка вокруг Советского Союза усложнялась все больше. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан договор о создании Североатлантического блока НАТО. Штабы НАТО планируют и проводят все более крупные маневры своих войск. На море, в воздухе и на суше. И отнюдь не ради обороны и обычной воинской учебы. Все это рассчитано на то, чтобы устрашать и запугивать народы. 12 мая 1949 года специальная комиссия Объединенного комитета начальников штабов представила президенту США доклад о подготовке плана атомной войны против СССР Троян. Предполагалось, что в результате бомбардировки 70 советских индустриальных центров будут выведены из строя 40% предприятий. Немедленно погибнут 2 миллиона 700 тысяч жителей. 4 миллиона скончаются через некоторое время. Без крова останутся 28 миллионов. Места для благодушия не оставалось. Тем более, что это были не фантазии, не рассуждения по поводу того, какая угроза над нами нависает. Это были реальные разведывательные материалы, которые показывали, что да, необходимо всеми силами, как говорили и говорят, крепить свою оборону. 29 августа того же года в СССР прошли наземные испытания первой атомной бомбы. А еще через два года, 18 октября 51-го, советский самолет Ту-4 впервые осуществил сброс атомной бомбы. Это испытание завершило первый этап развития советской дальней авиации и наглядно показало Соединенным Штатам, что их монополия на применение ядерного оружия закончилась. Но к этому времени уже началась замена поршневой авиации на реактивную. В США были созданы новые стратегические бомбардировщики Б-47 и Б-52. Их летные характеристики позволяли прорывать советскую ПВО на высоких скоростях и за короткое время наносить удары по территории СССР. Боевая мощь авиации вероятного противника требовала от советских конструкторов аналогичных самолетов. В КБ Туполева был создан реактивный бомбардировщик Ту-16. Он мог летать на дальность 5640 километров, что позволяло достигать по кратчайшему расстоянию США. Впервые он брал на борт две крылатые ракеты и 9 тонн бомб. Самолет оказался настолько удачным, что на его базе были построены первый реактивный самолет для гражданской авиации и многочисленные модификации для вооруженных сил. Там 100 с лишним модификаций. Причем некоторые машины были такие, вот это мне поразило страшно, что, допустим, машина модифицируется из базового варианта, ну, например, модифицируется в какой-то там ударный вариант. Потом она переделается из него в разведывательный. Ракетоносцы Ту-16 открыли реактивный этап развития советской дальней авиации. На этих машинах летчики первыми в мире выполнили сброс водородной бомбы и начали разведывательные полеты к военным базам стран блока НАТО. Одновременно самолеты Ту-16 поступили на вооружение и ВВС военно-морского флота. В дальних рейдах им нередко приходилось сталкиваться в воздухе с самолетами вероятного противника, которые вели себя порой крайне агрессивно. Один из эпизодов жесткого противостояния в небе в годы Холодной войны был показан в художественном фильме «Случай в квадрате 3680». Самолет иностранных ВМС занял место прямо по курсу. Дистанция предельно малая. Предполагаю, задача сорвать дозаправку спасателя. Восемь, шесть. Я больше не могу. Их пушки распорят нас. Второму штурману приготовиться к предупредительному залпу. Второй штурман к стрельбе готов. Большой это шел нормально. Самолет Ту-16 находился на вооружении дальней авиации почти 40 лет. За это время советская промышленность выпустила более полутора тысяч экземпляров этих незаменимых машин. Но их небольшая дальность полета по-прежнему не удовлетворяла командование ВВС. 1952 год. Шел 19-й месяц участия США в войне против Северной Кореи. Активную военную помощь северокорейским и китайским войскам оказывал СССР. Под влиянием неудачного хода войны американский президент подготовил беспрецедентный по содержанию документ. Строго конфиденциально. 27 января 1952 года. Вашингтон. Государственному секретарю США Джону Далесу. В правильном решении теперь был бы ультиматум, извещавший Москву, что мы намерены разрушить все базы в Маньчжурии. Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, Ленинград, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрон, Одесса, Сталинград и все промышленные предприятия в Китае и СССР будут стерты с лица земли. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет. Президент США Гарри Трумэн. В тот момент в распоряжении США было 450 атомных бомб, а в Советском Союзе всего 25. В ноябре 1952 года в СССР был поднят в небо стратегический бомбардировщик Ту-95. Он вошел в историю как единственный в мире самолет такого класса с турбовинтовыми двигателями. Его уникальные характеристики, дальность полета в 12 тысяч километров, 12 тонн бомб и крылатые ракеты на борту впервые обеспечили советским ВВС возможность беспрепятственно осуществлять полеты к территории США и гарантированно возвращаться. Это был очередной этап развития дальней авиации. Тогда же на вооружение советской армии поступила новая баллистическая ракета наземного базирования Р-2. Появление этого оружия поставило крест на американских планах воздушной войны против СССР и его союзников. В американском руководстве были не только военные и не столько военные, а были люди, которые могли по-настоящему рассчитать, что им выгодно и что не выгодно. Естественно, ущерб в случае начала атомной войны уже тогда показался американскому руководству неприемлемым. Новая красная опасность для Берлина. Требование Хрущева, чтобы Соединенные Штаты, Франция и Великобритания согласились аннулировать четырехсторонние соглашения великих держав, регулирующие статус западного Берлина и передали его Красной Восточной Германии, грозит новым серьезным кризисом. В августе 1961 года разразился Берлинский кризис. Он был спровоцирован действиями американских и английских спецслужб, которые в 1956-м построили туннель под восточной частью Берлина для прослушивания линий связи. 30 октября 1961 года по приказу главы СССР Никиты Хрущева экипаж майора Андрея Турновцева с самолета Ту-95 сбросил 50-мегатонную водородную бомбу над полигоном на Новой Земле. Ядерный гриф достиг диаметра 95 километров и поднялся над островом на высоту 65 километров. Ударная волна обогнула земной шар несколько раз. По странному стечению обстоятельств именно в этот период Берлинский кризис благополучно разрешился. В том же году летчики дальней авиации на Новой Земле и под Семипалатинском провели испытания еще 45 атомных бомб. В одном из них впервые участвовал полк бомбардировщиков Ту-95 авиационного корпуса под командованием Василия Решетникова. Картина была такая впечатляющая. Мы прочувствовали как следует и световое излучение. Это очень мощный поток света был, который осветил кабинное пространство во всех углах с огромной силой, хотя на наших глазах тогда висели, были черные очки. И почувствовали мы, конечно, и ударную волну. Несмотря на то, что мы были на большом расстоянии, ударная волна была очень сильной и труханул самолет изрядно. В начале 60-х годов американские авианосные соединения стали нести боевое дежурство с ядерным оружием на борту. Начался новый этап в истории советской дальней авиации. Ей была поручена новая задача – осуществлять постоянное снижение за авианосцами, а в случае необходимости – уничтожать их. Многочасовые полеты самолетов Ту-95 выполнялись над Атлантическим, Тихим и Индийским океанами. Однажды авианосец БМС США Интерпит, воспользовавшись сильным штормом, попытался войти в Балтийское море и укрыться в одном из проливов за датским островом Борнхольм. На его поиск вылетела дежурная пара самолетов-разведчиков Ту-95 во главе с майором Владиславом Степановым. В его экипаже был опытный штурман Леонид Суднев. Не волнуйся, командир, сейчас мы эту галошу отыщем. И действительно, в этой море он ее отыскал. Отыскал, начали снижаться. И 300 метров нет в море, и 200. Где-то на 120 метров мы кое-как выскочили под облака. Притом, с отвратительной видимостью, заливал дождь. Заливает стекла. Впереди видимость, ну, по морю, ну, значительно меньше километра. И тем не менее, штурман точно вывел меня на этот авианосец. Увидели мы его. И начали строить маневры захода. Ну, работал за двоих, что называется. Командир авианосца тут же поднял в небо стоящие на палубе противолодочные самолеты Трекка. Но помешать фотосъемке им не удалось. И с высоты 100 метров фотографировали, строго проходя над палубой. И тогда американцы стали готовить к вылету штурмовики. Все видно. Люди в рост, бегающие по палубе, устанавливающие для взлета эти самолеты. Гляжу в очередной заход, Скайхок вытаскивает тяжелый штурмовик. Строго такой треугольного вида самолет. Но, думаю, вот тут худо дело, от этого не увернешься. И один, и погода такая, что со 100 метров не успеешь мамы крикнуть. Но в тот день плохая видимость помешала командиру авианосца отправить на перехват советского Ту-95 штурмовики. И советские летчики, сделав 11 успешных пролетов над американским кораблем, вернулись домой с ценными фотоснимками, которые символизировали условное уничтожение противника. В ходе полетов в Дальнеокеанской зоне экипажам часто приходилось дозаправлять ракетоносцы с помощью самолетов-танкеров. Они были созданы в КБ Владимира Мясищева и обладали большим радиусом действия. С именем выдающегося конструктора Владимира Мясищева связана целая эпоха в развитии дальней авиации. Он создал первый межконтинентальный реактивный бомбардировщик М-4 с велосипедным расположением шасси. Эта уникальная машина весила 160 тонн, при этом могла нести сразу 24-тонны бомб. Позднее модернизированный вариант 3М отличала увеличенная дальность полета и штанги дозаправки топливом в воздухе. А в дальнейшем этот самолет был переоборудован в воздушный танкер. КБ Владимира Мясищева создала и третий тип самолета – сверхзвуковой стратегический ракетоносец М-50. Этот гигант размером с футбольное поле появился на 5 лет раньше американского аналога «Валькирия» и очень напугал западных специалистов. Но этому самолету, опередившему время, как и другим смелым проектам, в том числе воздушным лайнером с ядерными двигателями, не суждено было производиться серийно. КБ талантливого конструктора было закрыто в период хрущевских реформ. В 60-е годы США сделали ставку на новые межконтинентальные баллистические ракеты типа «Титан» и «Минитмен». Их дальность достигала 15 тысяч километров и позволяла атаковать территории СССР и его союзников с североамериканского континента. Авиация отошла на второй план. Не отставал от Америки и Советский Союз. По решению Никиты Хрущева был создан новый вид вооруженных сил – ракетные войска стратегического назначения. Для их комплектования и состава дальней авиации были переведены несколько штабов воздушных армий, дивизий и 29 авиаполков. Только благодаря перевооружению дальней авиации крылатыми ракетами удалось сохранить ее от больших сокращений. Именно в эти годы началось освоение нового сверхзвукового бомбардировщика Ту-22. Он предназначался для замены самолетов Ту-16 и должен был обеспечить молниеносный прорыв ПВО и уничтожение авианосцев НАТО, действовавших в Средней океанской зоне. Дальнюю зону прикрывали самолеты Ту-95 и Ту-3М. КБ Туполева создало несколько модификаций уникального бомбардировщика Ту-22. Он мог нести на борту до 10 высокоточных сверхзвуковых крылатых ракет и 24 тонны бомб. Мы вот сейчас сделали модернизацию Ту-22, и когда на полигоне проводили учения, мы бомбили отклонение бомбы, ну, буквально считывается метрами. Вот это и дает возможность даже такую авиацию на большие расстояния использовать для нанесения точных ударов по необходимым объектам. С октября 1962 года экипажи дальней авиации стали выполнять задания за рубежом. Советский Союз оказывал военную помощь развивающимся странам Африки и Азии. И правительство направляло туда бомбардировщики, пилотируемые наиболее подготовленными экипажами. Порой им приходилось участвовать и в боевых действиях. Совершенно секретно. 2 марта 1963 года. Москва. Начальнику Генерального штаба вооруженных сил СССР маршалу Советского Союза Матвею Захарову. В период с октября 1962 по февраль 1963 года группа летчиков 244-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка во главе с полковником Севастьяновым находилась в командировке в Арабской республике Египет. Экипажи самолетов Ту-16 выполняли бомбометание, оказывая поддержку египетским войскам, действовавшим в Северном Йемене. Потерь нет. Командующий дальней авиации, маршал авиации Филипп Огольцов. В 1967 году, после того, как израильские войска нанесли сокрушительное поражение армиям Египта и союзников, в СССР был подготовлен для удара по Израилю Полтавский полк дальних бомбардировщиков. Но до применения оружия тогда дело не дошло. Через 12 лет боевые задачи самолеты дальней авиации стали выполнять на Среднем Востоке. В декабре 1979 года, по просьбе руководства Афганистана, советские войска вошли в эту страну. Дальние бомбардировщики приняли участие в боевых действиях с оппозицией на стороне правительственной армии. Цены были очень большие за сбитие этого самолета назначены. И душманы сидели на вершинах гор, на высоте 4 километра, со стингерами, потому что мы бомбили только с больших высот, чтобы невозможно было достать вот этим переносным зенитно-ракетным комплексом. За 9 лет афганской войны советская дальняя авиация не потеряла ни одного самолета. Основная нагрузка легла на бомбардировщики Ту-22. Не менее интенсивно они выполняли задачи на территории СССР. Высокое напряжение сказывалось на летном составе, что иногда приводило к драматическим последствиям. В августе 82-го Барановический авиационный полк выполнял учебные пуски боевых ракет Ха-22 на юге страны. Перед вылетом из Моздока штурман одного из самолетов Ту-22 не изменил в автопилоте новый курс полета. В результате, вместо того, чтобы направиться в сторону Каспия, машина ушла в противоположном направлении, к Черному морю, где экипаж произвел запланированный пуск. Затем ракетоносец пересек границу с Ираном. Советские истребители ПВО попытались перехватить его, но не смогли. Посчитав Ту-22 неопознанным гражданским самолетом, они вернулись на свой аэродром. К аналогичному выводу пришли и иранские противовоздушные силы. Ну, а у них как раз в это время был Рамадан. Да, и вот у них, слава Богу, они там молились. Вот, так что они прошли фактически, не фактически, а точно тираном. Там у них всегда четверка в боевом дежурстве была, и в четвертых, по-моему. Вот, ну, так получилось, что никто не перехватил, и никто даже не определился, что они прошли. 120-тонный бомбардировщик с одной боевой крылатой ракетой продолжил полет на восток, все дальше углубляясь на иностранную территорию. Над Тегераном еще командир корабля с Курска, штурман, ему докладывает. Командир, мы над твоей родиной находимся. Он говорит, хорошо, опять летят, все, замечательно. Вот, уточняет место в боевом порядке. Так совпало, что вот впереди идущий как раз проходил Курск, но на 40 километров раньше он запрашивает. Там 715-й. Седьмой поворотный, он говорит, 28 минут. Штурман говорит, ну, хорошо, на двух минутах идем. А это до Тегерана две минуты. Только когда летчики Ту-22-го увидели впереди по курсу восход солнца на фоне гор, они поняли, что заблудились. Повернув машину на север, экипаж стал энергично запрашивать в эфире советских авиадиспетчеров. По счастливой случайности их услышал гражданский наземный пункт в туркменском городе Мары, который и вывел ракетоносец на советскую территорию. Должны быть бараны, чья они вызывали все время авторучка, авторучка. И тут оказались Мары, то есть за 7 тысяч километров, или там за 5. Ну, в общем, они кое-как определились, пришли на Мары, сели. То есть нормально сели, но уже этот летчик, естественно, такой стресс пережил, естественно, экипаж от полета отстранили. Советское руководство было вынуждено принести извинения иранской стороне за этот инцидент. А командование дальней авиации приняло срочные меры по недопущению впредь подобных происшествий. В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил о программе «Звездных войн». Одновременно с созданием боевых космических станций он инициировал размещение в Европе более 500 оперативно-тактических ракетных комплексов «Першин-2». Всего 6 минут требовалось им, чтобы долететь до Москвы. Под их прицелом оказалась вся европейская часть Советского Союза. Холодная война достигла критической точки. В 1985 году для достижения стратегического паритета США самолеты дальней авиации Ту-95 с крылатыми ракетами на борту приступили к несению боевого дежурства непосредственно у североамериканского континента. Первыми пошли на дежурство экипажи 79-й дивизии. Она дислоцировалась в Семипалатинске. Дивизией тогда командовал генерал Табашников. Всего этих рейдов к берегам Америки было выполнено 340. О них мало кто знает, но это были выдающиеся маршруты, которые выполнялись летчиками высочайшей квалификации. Дежурство стратегических самолетов Ту-95 у берегов Северной Америки, длившееся почти 4 года, вынудило руководство США заключить Советским Союзом договор о сокращении ракет средней и малой дальности и пойти на дальнейшее расширение двусторонних отношений. Стратегический самолет Ту-95 – долгожитель российских вооруженных сил. 40 лет назад его приняли на вооружение дальней авиации как бомбардировщик. Его последняя модификация – ракетоносец Ту-95МС. Он был создан в ответ на переоборудование американских стратегических самолетов под носители крылатых ракет большой дальности. Поэтому одна из главных особенностей этого самолета – грузовой отсек с вращающейся барабанной установкой револьверного типа, в который помещается 6 крылатых ракет Ха-55. Каждая из этих 9-метровых ракет даже в обычном снаряжении летит на дальность 3000 километров и может вывести из строя целый аэродром или уничтожить крейсер противника. Для самообороны самолет оснащен двумя кормовыми пушками ГШ-23. Интересно, что до заключения договора с США об ограничении стратегических вооружений на подкрыльевых держателях Ту-95МС мог нести еще 10 крылатых ракет. 18 октября 1984 года в воздух поднялся первый американский серийный стратегический бомбардировщик Б-1. Сверхзвуковая 90-тонная машина имела крылья изменяемой геометрии. Б-1 мог нести 8 крылатых ракет или 12 ядерных гомб. Он предназначался для прорыва системы ПВО противника на малых высотах и нанесения воздушного удара. Для восстановления паритета с Соединенными Штатами в КБ Туполева был создан стратегический ракетоносец Ту-160. Оказавшись тяжелее американского аналога, он в полтора раза превзошел Б-1 в скорости и боевой нагрузке. На сверхзвуке Ту-160 способны преодолевать океан, а затем, не входя в зону ПВО противника, совершать пуски крылатых ракет. Только один такой ракетоносец с ядерными боеприпасами может полностью уничтожить крупный промышленный мегаполис или военную базу. Я считаю, что эти самолеты это средство сдерживания вероятного агрессора от нападения на нашу страну. То есть это оружие возмездия, потому что если в угрожаемый момент самолет может подняться и вот баражировать и так далее. То есть беседить надо возможным вероятным противником предупреждать, что если ты что-то предпримешь, то ты будешь потом пострадать. Уникальный ракетоносец Ту-160 стал самым мощным ударным авиационным комплексом и открыл для советской дальней авиации качественно новый этап ее развития. В начале 90-х годов с распадом Советского Союза в российских вооруженных силах началась военная реформа. Часть бомбардировщиков дальней авиации оказалась в Казахстане и Украине. Ценой неимоверных усилий России удалось вернуть несколько самолетов. В тот же период на ее территории и у границ произошел ряд вооруженных конфликтов. Для их локализации была привлечена и дальняя авиация. В 93-94 годах ее бомбардировщики выполняли боевые задачи по уничтожению банформирований в Таджикистане, а позже и на Северном Кавказе. В ноябре 1997 года дальняя авиация была переформирована 37-ю воздушную армию Верховного Главного Командования. В составе Министерства обороны были явные противники дальней авиации. Они имелись и в Государственной Думе, и они вели очень сильную подковерную борьбу за то, чтобы не только не произошло возврата стратегических кораблей в состав дальней авиации России, но они вообще подвергали сомнению, целесообразно ли иметь в составе наших военно-воздушных сил тяжелые стратегические корабли и дальние бомбардировщики. Несмотря на трудности, дальняя авиация смогла восстановить позиции, утраченные в ходе военной реформы. В августе 2005 года на полигоне под Воркутой пуском новейшей высокоточной крылатой ракеты Х-555 с борта стратегического ракетоносца Ту-160, пилотируемого верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, Россия еще раз подтвердила высокие возможности своих военно-воздушных сил. Цель поражена. Радиус 3, отклонение 0. Иду на базу. 5 июля 2006 года. На Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова состоялось торжественное принятие в состав ВВС России нового модернизированного стратегического самолета Ту-160. Ракетоносец получил перспективную бортовую авионику и вооружение. Отныне, используя космическую спутниковую связь, Ту-160 сможет применять не только высокоточные крылатые ракеты, но и бомбы. Стратегическая машина стала ракетоносцем-бомбардировщиком. Это событие открыло новый этап в развитии дальней авиации. В ближайшие годы модернизацию пройдут и другие самолеты. Выполнена хорошая модернизация на самолете Ту-160 и на Ту-95. Это машины, доработанные под современнейшее вооружение и испытаны уже на полигонах. Эта работа по модернизации будет, безусловно, продолжаться. И то количество носителей, которые нам необходимо иметь, мы будем иметь. Я был в Ту-7-й. Полетные задания получил. Вахожу на курс. Дальняя авиация, как и в прежние годы, продолжает совершенствовать свою боевую мощь. В составе ядерной триады вооруженных сил России ее самолеты готовы в любую минуту нанести вероятному противнику мощный ответный удар. Постоянное увеличение числа вооруженных конфликтов в современном мире заставляет государство обеспечивать безопасность своих территорий. Не является исключением и Россия. Ведь на ее долю приходится 30% мировых запасов энергоресурсов. Для защиты более чем 60 тысяч километров воздушного пространства и нанесения гарантированного ответного удара нам необходима сильная стратегическая авиация. Неслучайно известный социолог Роберт Уоттерман говорил, поскольку будущее непредсказуемо, необходима стратегия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА